Живя в мире, приходит в дом, желая обрести покой, уют. На открытии выставки, посвященной женщине и ее очагу, больше 50 человек. Мы наполнили выставку различными видами рукоделия, которыми занимались во всех сословиях на протяжении всех веков существования человечества. Мы показываем и крестьянское искусство. Это то, из чего вырастали народные промыслы. Это то, из чего вырастали изящные искусства, которые наполняли и в том числе дворянские, и купические усадьбы. Ткачества вышивки многообразны, декоративны и порой очень сложны технологически, подчеркивает специалист. Очень много внимания женщина уделяла рукоделию, не считая это работой, скорее творчеством и вдохновением. И, конечно, этот момент сопровождался пением. На выставке более 50 экспонатов из музейного собрания. Кружевоплетение, костюмы, столовое и постельное белье прошлого века в интерьерной композиции со старинной мебелью и живописными полотнами. Дополняют экспозицию и произведения народного мастера Алтайского края Светланы Булатовой. Это текстильные картины, выполненные в традиционной технике лоскутного шитья. Больше всего мне, конечно, понравилась та песня, которую пели не только участники хора музея, но и то, что это пели студенты. То есть, эта русская народная песня, она жива, она остается в нашей культуре. Это прекрасно. Мне очень близко то, что здесь вязаны и шитье. Это очень-очень интересно для меня. Времена, конечно, поменялись. Женщины обрели другие навыки и значения в обществе. Но музей стремится подчеркнуть важность женщины как хранительницы дома. Выставка продлится до 9 апреля. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.